На Русской-82 столкнулись универсал и микроавтобус. Авария банальная, неучётная. Но в результате ДТП Ноох и Форд получили серьёзные повреждения, утратили способность к самостоятельному передвижению. На месте автоаварии работают сотрудники. ГИБДД беседует, с участниками происшествия чертят схему ДТП. Водитель фокуса рассказал, двигался с кольца Багратиона в сторону автовокзала. Со стороны 82-го дома на главную дорогу выезжал микроавтобус «Тойота Ноах». Хотел повернуть налево, во дворы. По непонятной причине водитель «Микрика» не пропустил оппонента. В итоге «Ноах» и «Форд» сошлись почти в лобовую. «Первый на софтеходе стоял, начал движение, разгоняюсь, и мне по диагонали навстречу двигается, играл автобус белый. Я на тормозах, прижимаюсь к правой стороне, к бордюре, он продолжает двигаться, я не знаю, ну, может быть, отвлёкся на что-то, может быть, ну, ещё что-то. Я, ну, уходил, уходил на максимум, ну, и, соответственно, он продолжил двигаться и всё равно меня задел. Ну, вот, собственно, результат ДТП. Не уступили дорогу». Что побудило шофёра «Микрика» на столь необдуманный шаг, осталось тайной за семью замками. «А как так получилось? Вы, я так понимаю, с авторизменно выезжали. А как так получилось?» «Ноах» не пропустил транспортное средство, которое двигалось без изменения направления движения, поэтому он будет виновником. По повреждениям, ну, я думаю, что «Форд» под максимальную выплату попадёт, то есть 400 тысяч рублей. Это, примерно, он столько и стоит. Но «Ноах» хоть чуть поменьше, но, тем не менее, тоже очень большие повреждения, но будет восстанавливаться за свой счёт». В результате ДТП леворульные «Фокусы» «Ноах» получили фатальные увечья. По словам водителя «Форда», авто восстановлению не подлежит. Владелец «Фокуса» планирует купить новую машину. «Микрик» и «Универсал» покинули место ДТП в кузове эвакуатора.